Том, а сегодня мы находимся в необычном месте, в ресторане фермера. Необычно, но тем, что находится в экологически чистом месте, в нескольких километрах от нашего города. Здесь можно отметить свадьбу, день рождения и любой праздник на выбор. Свежий воздух, вкусные блюда и уютные кабинки создают особый комфорт и ощущение загородного отдыха. Согласись. Согласись. Посмотри, какой красивый вид, живописный уголок и даже настоящее озеро. Здесь даже можно покормить страуса дома. Известные произведения штрауса, Калемана Дунаевского и многих других в исполнении хорошо известных артистов можно будет послушать в Государственном театре и перебалетом 25 января на концерте «Да здравствует оперета». Настоящее оперета в театре оперы и балета. Да. Спешу тебе напомнить, что сегодня в комедибаре «Подвал» будет открытый микрофон. И ты, моя красноречивая подруга, должна там блеснуть. Я буду достойным соперником для всех. Кстати, у меня для тебя новость. По многочисленным просьбам в АК-кафе пройдет очередная встреча клуба любителей дедукции. Мы с тобой не попали в прошлый раз, поэтому это замечательная возможность попробовать себя в детективной настоящей игре в этот раз. Я знаю, что ты любишь джаз. В эту пятницу в арт-клубе «Инфинити» будет джазовое выступление молодой певицы Альбины Макеевой. Ты ни разу не был? Ни разу не был. Давай пойдем. Обязательно надо пойти. А в субботу там же в арт-клубе «Инфинити» будет выступление группы «Грейв». Один не хочу идти, составь мне компанию, пожалуйста. Отлично, ребята. Почему бы нет? Все, заметано. Знаешь, сейчас в плейбаре «Маракана» идет набор в команды «Техасский покер», «Мафия», «Фантомимы». И что? Потом лучшие команды будут играть друг с другом. Ну, наверное, за призы. Пока мы этого не знаем, об этом говорить не будем. Давай соберем свою команду и порвем всех. Чисто ради спортивного интереса. Давай. Студия за производительного искусства Республиканского дворца молодежи отметила 40-летний юбилей. В связи с этим работы выпускников самых разных лет собрали для выставки в Национальной научной библиотеке. Что скажешь? Скажу, что 40 лет – это очень большой срок. Наверняка там будет много крутых работ. Мы можем с тобой в любой день туда пойти, посмотреть. Тома, я знаю, что ты не любишь ночные клубы, громкую музыку, дискотеки и так далее. Но хочу рассказать, что в Ночном клубе 49 будет крутая обширная программа. В пятницу диджей Вогас устроит девичник. А в субботу диджей Рома Бергер будет качать не по-детски. Сегодня у нас в гостях совладелица IQ-кафе Завен Хачатурян. Завен, здравствуй. Очень приятно тебя видеть у нас в гостях. Привет. Тоже очень приятно. С момента основания IQ-кафе прошло уже несколько лет, и концепция немного изменилась. Что ждет человека, который впервые к вам пришел? Ну, прежде всего, его ждет атмосфера. Я считаю, это главная наша заслуга, которую удалось все-таки сохранить. Это люди, которые там бывают. Каждый из них интересен по-своему, оригинален, может быть, самобытен. И поэтому там всегда интересно находиться. Это место, прежде всего, не люди. Именно они делают его таким. Ну, кроме этого, есть различные стольные игры. Очень интересные, необычные, особенно для сельсии. Ну, больше 100 видов. Это тоже такой повод для общения. Очень хороший, интересный, в игровой форме. Мероприятий очень много проводим разных интересных, которые тоже, опять же, направлены на общение, что-то обсудить интересное. Какой-то фильм, какой-то фестиваль. Провести какой-то живой квест. Погрузиться в атмосферу детектива. Самому стать частью детектива. Решить какие-то загадки. Интересные люди приходят, путешественники. Которые без этого клуба, наверное, ну, просто проехали в мимо сети, и кто бы о них не узнал. Это очень радует, потому что благодаря этому и мне самому удовольствие не познакомиться, пообщаться. И я считаю, это очень сильно меня развило. И людей, которым мы это тоже пошли сделать. Как идея пришла открыть подобное заведение? Ведь аналогов у нас в веществе нет. Идея понравилась. Это такое третье место, то есть не работа и не дом, где люди могут находиться, проводить время, общаться. При этом есть уют дома. И атмосфера не дома, не ладует посуду. Не обязательно заказывать какую-то еду. Можно даже с собой привезти. И относительно недорого. Вот. Ну, опять же, интерьеры и люди, кто там находится. Идея понравилась. Причем понравилась не только мне. Как оказалось, одновременно понравилась троим людям. Вот. Причем одновременно даже в один день эти люди, в том числе и я, встретились, начали говорить о чем-то. В итоге оказалось, что хотим поговорить об одном. Как-то получилось так. Сопадение. Да. Видимо, случайность. Но какая-то такая очень закономерная случайность. Видимо, так и должно было произойти. Получается, что каждый из нас не мог бы это сделать, потому что, во-первых, это деньги, ресурсы, силы и так далее. И одному это очень тяжело допускать в таком проекте. А тут три человека. Распределить ресурсы можно. Распределить опять же вложения. И подумали, почему бы и нет. Мы можем это сделать. Хотим это сделать. И считаем, нужно это сделать. Пришлось сделать. Мы часто спрашиваем у людей, что они хотят. Допустим, какое-то мероприятие мы анонсируем. И мы проведем, если кто-то захочет его получать. Если количества людей достаточно, мы проводим. Это и с какими-то играми происходит, и с какими-то мероприятиями. То есть мы постоянно интерактивно общаемся с аудиторией. Опять же, тут такой момент, что люди часто тоже предлагают что-то. Но в Ассети есть такая черта, не знаю, может только в Ассети, что часто люди предлагают что-то сами, даже сами на это не приходят. Вот такая ситуация была с аниме у нас. Мы пытались сделать аниме-тусовку. В итоге сами анимешники, которые были инициаторами, так ни разу и не пришли на них. Которые говорили, давайте сделайте, организуйте и так далее. Ну, я немножко в шоке от этой ситуации. То есть это стало очень парадоксально. Это да, немножко. Такое не первое случалось, да. Это как бы нормально, потому что путь, проб и ошибок. Ну да, естественно. Так как наш проект видеоафиша, расскажи афишу ваших мероприятий. Что нас ждет в дальнейшем? Какие-нибудь сюрпризы, может быть? Новые какие-нибудь ответвления IQ-кафе, проекты, что-нибудь интересное. Ну, во-первых, мы продолжим заниматься чем-то, чем занимались. Будем продолжать проводить различные мероприятия. Вот буквально на днях у нас будет живое квест на многочисленных просьбах. Это очень интересно, то есть человек погружается в сферу детектива. Не со стороны смотрит, а сам становится участником. Да, очень здорово, кстати, проходило всегда. И вот еще раз, по-моему, честную просьбу мы еще раз вот проводим. Вот. У нас будут различные фестивали проходить. И опять же, интересные люди проходить будут. Мастер-классы различные. Вот. У нас еще часто бывают люди, которые занимаются каким-то делом. То есть прикладным. Недавно мы занимались травлением на металле, изготовлением стимпанк, атрибутики, там, еще чего-то. Это на самом деле настоящее творчество. Когда человек просто взяв что-то, что было, как говорится, ничем материалом, делает из него что-то необычное. Причем за это люди даже не никогда этого дают. То есть, что касается стимпанка, человек даже очень хорошо зарабатывает. Только этим на жизни и зарабатывает. Это основная работа. И вот к этому, на самом деле, одна из наших задач клуба. Мотивировать людей быть более творческими. Соответственно, развивать себя, понять кто они, попробовать в разных направлениях. И после этого, возможно, заняться самим чем-то вот таким. А если они чем-то таким уже занимаются, то показать это людям. Потому что часто это бывает в себе. Мама знает об этом, друг и так далее. А они на самом деле это делают хорошо. И могли бы это как-то продвигать. Складывается такое впечатление, что вот уже сформировался такой определенный костяк людей, которые ходят, свои тусовки, ходят на все мероприятия. В Аки-Кафе расскажи, пожалуйста, это так. Ну, во-первых, есть, конечно, такие люди. Они ходят не на все мероприятия, потому что все мероприятия очень разные. Так и планируешь, что это, по сути, клуб клубов. Где разные люди с разными интересами могут ходить в тех клубах, где они хотят. Но такого не было, пришлось самим создать. С удовольствием бы ходил в какой клуб. Хотя есть подобные заведения, тоже наши друзья, вот, например, мы видим книги, та же самая с Утиланом Бегулова, Давида Тотерова проект, ну и так далее. Арвайт он тоже делал хороший проект. И их в последнее время стало больше. Это не может не радовать, соответственно, тут нет никакой конкуренции. Я только рад, что их появляется как можно больше. И чем будет больше, тем лучше. Именно вот это развивает на самом деле человека. Мы сами не справляемся со всем этим. Есть команда, которая постоянно участвует в создании чего-то, и люди, которые постоянно приходят. Мы очень рады, что они есть, но есть и люди, которые приходят время от времени. Они приходят на что-то интересное конкретное, какая-то игра конкретная, какое-то мероприятие. Это тоже очень хорошо, потому что человек ходит туда, где проявляется его интерес. Но именно благодаря тем людям, которые ходят постоянно, которые покупают абонемент даже. У нас с абонементом, это гораздо выгоднее получается. Мы, собственно, имеем людей, которые там постоянно находятся. А это очень важно, создание атмосферы самого заведения. Потому что когда там нет людей, ну как бы нет заведения. Мы им очень благодарны, и если они нас видят, спасибо вам, что вы есть. Что у нас в республике? Ну, в общем, могу так сказать. Публика готова, но далеко не вся публика. По моему мнению, есть ограниченный круг людей, которые при этом еще не пополняются, он уменьшается. Потому что люди часто уезжают в Россетия, они перейдят в другие регионы и так далее. И этот круг людей ограничен, но, слава богу, достаточно, чтобы мы существовали. Вот. Эти люди есть. Порядка тысяч двух таких человек. Мы же в 8-й категории, и так далее. Плотцаем. И, собственно, этим людям нужна именно такая среда, именно такой отдых. Я тоже к ним отношусь. Это был большой риск. Никто не верит, что мы хотя бы месяц проработали. В итоге мы работаем уже, потому что погода, мы работаем. Были и трудности, и до сих пор они есть постоянно, и радости. Но самое главное, что та радость, которая генерится этим проектом, она компенсирует все трудности, которые в нем происходят. И именно это позволяет двигаться дальше. Это как любовь. Постоянно какие-то трудности, скандалы, ссоры, еще что-то. Но самое главное, что она есть, и в ней основная ценность. Я бы так. Савен, если бы у тебя была такая возможность встретиться с любым человеком, когда-либо жившим на земле, с кем бы ты встретился, и что бы ты у него спросил? Я бы встретился с Иисусом. И спросил бы я Его, стоило ли оно того? Стоило ли оно того? Вот. Вот так я спросил бы. И этот ответ, думаю, на многие вопросы для меня дал бы ответ. Я бы много что понял. Человек значимый. Все-таки верю, что он был. И этот вопрос позволит много что понять. Спасибо. Спасибо большое. Отличный разговор. Интересный описи. Я думаю, мы желаем вам интересных мероприятий. Мы будем их рассказывать. И постараемся посетить. Сколько мы уже хотим, мы никак не можем вырваться. Такие как бы 200%. Все хотят. Все хотят, но никак не можем. Спасибо. Потенциальная энергия превратится в филетическую. Сейчас как Магомед, гора у нас сейчас. Спустимся, может быть, на первую точку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok